Продолжение следует... Дело в том, что сегодня объединенные штабы с участием британского премьера и американского президента приняли решение открыть второй фронт в Северной Франции в мае 1944 года. Я удовлетворен этим решением. В свою очередь хочу заявить господам Рузвелту и Черчиллю, что к началу десантных операций во Франции русские подготовят сильный удар по немцам. За победу. За победу. Пожалуйста, господин посол. Это протоколы Тегеранской конференции. Премьер-министр Его Величества устно просил передать, что эта информация вам может понадобиться в связи с переговорами о вступлении Турции в войну. Президент Инаню уже склоняется к этому. Премьер-министр просил передать вам, чтобы вы не очень торопили президента Инаню. Если я правильно понял, премьер-министра, миллионная турецкая армия еще может нам понадобиться, когда русские будут приближаться к Балканам. Поужинай вместе. Элиас, я вернусь через два часа. 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 Откуда у вас эти документы? Каммердинер английского посла в Анкаре, наш агент. Это агент фон Паппена. Я не верю фон Паппену. Мой фюрер, в материалах Тегеранской конференции указаны сроки высадки англо-американских войск в Северной Франции. Это открытие Второго фронта. Вы плохо знаете Черчилля. Старый мастер дезинформации. Эти документы вам специально подбросили. Мой фюрер, у меня иные сведения. Гиммлер, ваша доверчивость мне дорого обошлась. Мы чуть не потеряли Италию. Вы проглядели заговор против Дуччо. Я не верю этим фальшивым документам. Черчилль никогда не решится высадиться в Нормандии. Субтитры сделал DimaTorzok Генеральным сражением Второй мировой войны явилась Великая битва под Курском. Здесь, летом 1943 года, были разбиты танковые полчища фашистской Германии. Отсюда началось отступление немецкой армии. Армии, проводившей Европу. Наши войска развернули широкое наступление на правобережную Украине и двигались к государственной границе СССР. КОНЕЦ 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 А как по-польски масло? Масло, товарищ генерал. А мясо? Мясо. А хлеб? Хлеб, товарищ генерал. Вот видишь, какой близкий язык, даже и учить не надо. Ну, а как по-польски жизнь? Живи, че? Живи, че? Да все-таки отличается. Ну, в общем, одно и то же. Разворачивайся, немцы! Отстреливаться! Отстреливаться! Продолжение следует... 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 Настало время перейти к обороне. Мы собрались, товарищ Жуков, для того, чтобы говорить о наступлении, а не об обороне. Я говорю об обороне как о вынужденной мере, товарищ Сталин. Это, естественно, позволит нам лучше подготовиться к наступлению. Мы это понимаем, товарищ Жуков. Но сегодня мы должны определить направление главного удара летной кампании. Послушаем, что скажут командующие фронта. Начнем с севера. Товарищ Баграмьян. Мы предлагаем нанести удар в Прибалтике и отсечь группу армии «Север» от территории Германии. Для этого 1-й Прибалтийский фронт должен наступать вдоль западной двины в направлении Полоцк, Двинск и выйти к Риге. Что по этому поводу скажет генштаб? Генштаб считает, что в Прибалтике нельзя достигнуть внезапности при подготовке крупного наступления. Кроме того, противник на этом участке фронта обладает преимуществами маневра по внутренним операционным линиям, хорошо развитой железнодорожной сетью и шоссе. В то же время для наших танков местность неблагоприятные. Много болот и озер. Серьезное соображение. Для действия танковых армий на направлении главного удара нужен широкий простор. Но так думают и немцы, товарищ Сталин. Что вы имеете в виду? Я имею в виду военную немецкую доктрину. Танковые войска целесообразнее применять в равнинной местности. Этого, конечно, не ждут и от нас, товарищ Сталин. А что вы предлагаете? Я предлагаю нанести главный удар там, где нас не ждут. В болотистых и лесистых местах Белоруссии. Еще Суворов говорил. Там, где олень не прошел, там русский солдат пройдет. Это вам не чертов мост. Это современная война. А современная война это внезапность, товарищ Сталин. К тому же удар в Белоруссии поддерживает генеральный штаб. Поезжайте в Белоруссию. Изучите обстановку на месте. Товарищ Щуко. Слушаюсь. Давай! Давай вперед! Давай! Давай! Соедините меня с командиром полка Быстро! Товарищ капитан, ваши раненые за дорогой Товарищ капитан! Ну что, командир полкового аппарата Высоту взять не могу Еще одна такая атака И я останусь без людей Приказ знаю Что? Что он сказал? Вот не могу повторить Трих женщин Товарищ капитан, ваши раненые за дорогой Вы что, не слышите меня? Товарищ капитан, дайте мне двух солдат, и я раненых вынесу Ты что, Зоя, красиво уберечь хочешь? Каких солдат? У меня каждый человек на счету Товарищ капитан Ночью, ночью, ночью вынесли Товарищ капитан, я требую, чтобы раненых вынесли немедленно Уйди, часан инструктор! Товарищ капитан, что там? Товарищ капитан, что там? Смотрите С ума сошла девка Братцы, не как Зоя Ах, черт, девка, ее же в плен возьмут Товарищ капитан, мостик... Товарищ капитан, я египта Товарищ капитан, я бегу Товарищ капитан, я бегу Отсекай немцев Товарищ капитан, ее уж заденет А ну Атаковать бы их, товарищ капитан Пропадет ведь сестра Командиры, род, ко мне Ну, братцы, семи смертям не бывать Приготовились к атаке, повестнайся Ну, пошли, ребята, дом жилей Коммунисты, за мной Вперед, вперед Атаковать, верать КОНЕЦ КОНЕЦ Товарищ маршал, провожу разведку боем на парическом направлении. 2-й батальон 36-го полка занял высоту 217. Дальнейшее продвижение приостановлено сильным огнем противника. В батальоне большие потери. Наступление прекратить. Слушаюсь. Передайте прекратить наступление. Павел Иванович, скажите вот что. Можно наступать на парич? Как вы оцениваете это направление? Конечно, это направление заманчиво. Участок местности сухой, не имеет водных преград. Но и противник не дурак. Оседлал господствующие высоты, создал сильную и глубоко эшелонированную оборону. Наступать на парича, значит нести тяжелые потери. Да, правильное соображение. Наступление на парича не будет неожиданным. Именно там нас и ждут. А как у вас обстоят дела на левом фланге? Тут местность исключительно трудная для маневра. Множество мелких рек с широкими поймами и топки и болота. Когда вы были там последний раз? Сегодня ночью. А туда можно проехать? Не рекомендую. Местность открытая. Обстреливается артиллерией лучше ночью. Едем сейчас. Павел Иванович, какие здесь позиции у немцев? Здесь нет сплошного фронта обороны, товарищ маршал. Оборона построена по принципу отдельных опорных пунктов на сухих возвышенных местах. Понятно. Чем закусываете? Вторым фронтом, товарищ генерал. Чем? Да вот тушенка американская. Мы ее тут промеж себя вторым фронтом прозвали. Скоро ли они его откроют, товарищ генерал? А сами не справитесь? Сами-то справимся. Только у нас в деревне говорят, кто последний в драку влезает, тот потом больше всех и привирает. Что это у вас? А, это макроступы, товарищ генерал. Что это за макроступы? А, излыки. Ноги в трясине не вязнут. Лихо придуманным. Ну, если по болоту могут пройти люди, то как-нибудь найдем способ провести технику. Чем, черт не шутит? Танки тоже имеешь в виду? Попробуем. Но зато каков сюрприз будет немцам. Вот тут и надо, Георгий Константинович. И данные разведки подтвердили наше предположение. Во-первых, противник исключает возможность нашего наступления на этом направлении. Поэтому имеет здесь не такую сильную оборону, как на других участках. Во-вторых, болото проходимо для людей. А если проложить гати, то и для техники. Вот почему я предлагаю нанести главный удар правым флангом фронта. Четырьмя полевыми армиями. Третий, сорок восьмой, шестьдесят пятый и двадцать восьмой. В направлении на Бобруйск. Все-таки вы с Жуковым тянете нас в болото, товарищ Рогосовский. Это нелегкий путь, товарищ Сталин. Но обещающий успех. Мы все продумали, товарищ Сталин. Не похоже, что все продумали. Выйдите в соседную комнату. Продумайте еще раз ваше предложение, товарищ Рогосовский. А те временем. Послушаем товарища Василевского. Как вы знаете, под руководством товарища Василевского была проведена успешная операция по освобождению Крыма. После этого товарищ Василевский вместе с Жуковым разрабатывали план всей летной кампании. При разработке плана летней кампании, товарищ Сталин, мы прежде всего учитывали соображения присутствующих здесь командующих фронтами. Летняя кампания 1944 года представляет собой систему крупнейших операций на огромном пространстве от Прибалтики до Карпат. План летней кампании вырисовывается в такой последовательности. Первый удар в начале июня наносит Ленинградский, а затем Карельский фронт в направлении на Выборг. Эти операции должны привести к разгрому и выходу из войны Финляндии. Желаю вам удачи, товарищ Мирицкого. Спасибо, товарищ Сталин. Далее генеральный штаб предлагает нанести главный удар в Белоруссии. Это направление, товарищ Сталин, имеет ряд серьезных преимуществ. Во-первых, через Белоруссию самый короткий путь к Берлину. Во-вторых, здесь нам будут помогать белорусские партизаны. Как вы знаете, товарищ Сталин, в Белоруссии действует 270 тысяч партизан. И, в-третьих, после освобождения Белоруссии, когда наши войска пойдут по польской земле, их будет встречать дружественный польский народ, который вот уже пять лет борется с фашистскими оккупантами. Все это убеждает в правильности нашего выбора. На направлении главного удара будут действовать Третий Белорусский фронт генерала Черняховского и Первый Белорусский генерала Рокоссовского. Предлагаю назвать Белорусскую операцию Багратион, в честь нашего соопечественника, полководца, прославившего русское оружие в 1812 году. Продолжайте, товарищ Васильевский. После начала операции Багратион, когда немецкое командование поймет, что именно здесь, в Белоруссии, происходят решающие события и двинет сюда свои резервы с юга, нанесет свой удар Первый Украинский фронт маршала Конева на Львовском направлении. И, наконец, когда в результате всех этих мощных ударов враг понесет поражение, можно развернуть наступление на Балканах. В Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Хочет ли что-нибудь добавить, товарищ Жуков? До войны, товарищ Сталин, я долго служил в Белорусском военном округе и очень хорошо знаю театр военных действий. В этой болотисто-лесистой местности нельзя использовать большие массы танков. Поэтому я предлагаю вводить в прорыв только танковые корпуса и не трогать четыре танковых армии. Первую, вторую, третью, четвертую, дислоцированные за правым флангом Первого Украинского фронта. Этим, во-первых, мы введем в заблуждение противника. Зная о местонахождении этих армий, он будет ждать главный удар не в Белоруссии, а на Украине. Во-вторых, это нам будет могучим резервом на втором этапе наступления. И, в-третьих, мы надежно обеспечим левый фланг наступающих армий генерала Рокоссовского. Согласен. А теперь позовите Рокоссовского. Где же все-таки будете наносить главный удар, товарищ Рокоссовский? Через болото? Да, товарищ Сталин. Направление главного удара правым флангом на Бобруйск. Я уверен в правильности этого решения, товарищ Сталин. Настойчивость командующим фронтом доказывает, что организация наступления хорошо продумана. Давайте вашу карту, товарищ Рокоссовский. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Я счастлив, что дожил до этого дня. Если бы даже больше ничего не сделал, то только для этого стоило жить. Конечно, о Втором фронте еще будет много дискуссий, но единственное, что имеет значение, это то, что Второй фронт открыт. Ты имеешь в виду дискуссии с Черчиллем? Почему он так настаивал на вторжение через Балканы? Видишь ли, Элеонора, он прежде всего хотел врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить русских в Австрию и Румынию, и даже, если возможно, в Венгрию. Это понимал Сталин, понимал я, да и все остальные. Может быть, он был прав, и нам надо было нанести удар на Балканах? Нет, Элеонора. Избранный нами путь – это краткий путь к победе. Вот и все. Черчилль слишком много думает о том, что будет после войны, и в каком положении окажется тогда Англия. Я не вижу оснований рисковать жизнью американских солдат ради защиты интересов Англии на европейском континенте. Кстати, прочитайте еще раз сегодняшнюю телеграмму господина Сталина. Я не совсем ее понял. Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. На одном из участков фронта? Какая азиатская хитрость. Он никому не верит, даже своим союзникам. Что это? Телеграмма Сталина Черчиллю. Это радиоперехват, расшифрованный секретным кодом, который передал нам наш агент из Турции. Его информация о Втором фронте оказалась достоверной. Помню. Сталин пишет Черчиллю, что летнее наступление русских начнется на одном из участков фронта. На каком? Кейтель, что вы по этому поводу думаете? Мой фюрер, по-видимому, речь идет о Северной Украине. Этой точке зрения придерживается генерал Модель. Да, мой фюрер, я уверен, что русские направят свой главный удар против группы армии Северная Украина. Отсюда они попытаются прорваться к Польше или повернуть на Балканы. Вы с этим согласны, фельдмаршал Клюга? Я не исключаю возможность наступления русских и через Прибалтику, мой фюрер. Но перед моим фронтом сосредоточены четыре русские танковые армии. Это три тысячи танков. Нет сомнения, что они будут наступать здесь. Это реально, мой фюрер. Русское наступление надо прежде всего ждать на Северной Украине. На Северной Украине. Где Козлов? Идет берегом. Пароли. Можно, Василий Иванович? Впереди уже наши. Входи, Василий Иванович. Как добрался? Без существенных событий, Патеримон Кондратьевич. Ну, начнем, товарищ. Здесь присутствуют секретари подпольных обкомов Белоруссии и командиры крупнейших соединений белорусских партизан. Мы понимаем, что собрать у вас было не так-то просто. Да и вам добираться сюда из вражеских тылов не так-то легко. Но мы пошли на это. Приближается, друзья, долгожданный день. Красная армия будет наступать в Белоруссии. 20 июня за два дня до начала операции «Багратион» партизаны Белоруссии атаковали железнодорожные коммуникации врага на всем протяжении от линии фронта до государственной границы. Без вражеских вопросов «Багратион»? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Авиация дальнего действия в воздухе. Хорошо. Вторая воздушная армия в готовности номер один. Третья воздушная армия в готовности номер один. Артиллерия и фронт в готовности, товарищ маршал. Пятая танковая армия заняла свои исходные позиции. Соедините меня с Баграмяном. Слушаюсь. Первый прибалтийский фронт готов, товарищ маршал. Операция Багратион начинается. Действуйте, Иван Христофорович. Тишина. Прямо-таки нарушать жалко. И все-таки мы ее нарушим. Добрый час. Начали, товарищи генералы. Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ генерал, полковник Голубов прибыл по вашему приказанию. Заходи, Анатолий Емельянович. Вызовите ко мне командира полка Нормандия. Слушаюсь. Тюрпан, тюрпан. Тюрпан. От меня вам, Танечка. Вот ромашка. Тюрпан, тюрпан. Тюрпан, командиру Нормандии к генералу. Ничего нет? Нет, уже три дня. Собери его постель. Когда полетим? Скоро. Второй раз брейтесь, барон. Я всегда бреюсь перед боем. Лучше это сделать самому, чем тебя побреют мессершмитты. Да, я вижу. Жак. Вам нравится? О, но эта девушка абсолютно красивая. Не дурна. Надеюсь, после войны познакомится, господин подполковник. Я вам желаю. Жак, я хочу вас. Вы мне нужны, Жак. Мадемуазель. Бонжур. Вьетнан колонель Пуяде, мой генерал. Здравствуйте, здравствуйте. Мон генерал, мы не приехали здесь, чтобы нас приобрести, не знаю? Это то, что мои люди говорят каждый день. Мои летчики спрашивают меня все время. Мы ведь не на праздник же сюда приехали. Ну, скажи ему, пусть не беспокоится. Драки хватит на всех, даже с избытком. Так вот, какая задача, товарищ Пуят. Ваш полк совместно с полком Голубова блокирует с воздуха Витебск. Пройдемте-ка. Мадемуазель. Почему очаровательные блондинки очень пошло бы курить? Я не раз замечал, как мило и загадочно курят блондинки. Они держат сигарету большим и указательным пальцем. Вот так. Неужели непонятно, что девушка не курит? Дошло, нет? Я не хотел обидеть прелестную мадемуазель. Советский летчик очень ошибается, если хочет играть роль Отелло. Ты вот что, Нормандия, ты про это Отелло брось. Не театр тут, а война. Товарищ старший лейтенант, зачем вы ссоритесь? Ведь он очень славный. Театр? Отелло? Нет. Извините, я вас прошу. Я и хотел вас обидеть. Меня зовут Жак. А вас? Иван? Саша? Паша? Не Саша Паша, а старший лейтенант Зайцев. Лейтенант Жорж Дюфо. Антон, полетишь с Нормандией. Будешь держать связь со мной. Слушаюсь. Иль парэй, кю саппорт боннер, мадемуазель. Насчасть. Иль парэй, кю саппорт боннер. Иль парэй, кю саппорт боннер. Иль парэй, кю саппорт боннер. Продолжение следует... 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 Примите с поклоном нашим ваше превосходительство, товарищ генерал Спасибо вам Какое же я превосходительство, отец? Если генерал, значит превосходство есть Но превосходство-то у них, у солдат наших Стало быть, научились бить немцев? Научились, отец, научились После своего поражения в районе Витебска и Бобруйска Немцы вместо того, чтобы быстро отходить, втянулись в затяжные фронтальные бои И этим, полагаю, допустили большую ошибку Поэтому перед тобой, Константин Константинович, ставится новая задача Первому танковому корпусу Панову наступать на Минск Главные силы на Слуцк и Барановичи Чтобы отсечь пути отхода противника Черняховский уже идет на Минск Надо как можно быстрее завершить окружение Стало быть, завершением окружения и уничтожением Минской группировки Заканчивается первый этап операции Багратион И далее мы приступаем ко второму этапу Речь идет, товарищи, о наступлении Первого Белорусского фронта в направлении Ковель-Брест С выходом на польскую границу Начинается освобождение Польши, товарищи Мы пригласили вас, чтобы уточнить действия Первой польской армии Какие новые данные о польском сопротивлении? Вчера нам не получена шифровка от товарища Дуньяка Он сообщает, что 5 партизанских бригад продвигаются к Висле Чтобы помочь Красной армии овладеть переправами Ну, а теперь о действиях польской армии Мы желали бы, товарищ маршал Чтобы польская армия наступала в первом эшелоне Ну, а как, генерал Покажем немцам, что еще Польска не сгинала И что я покажем, товарищ маршал Подождите, но до этого мне надо еще взять Минск Передайте по новому направлению Минск Немедленно повернуть на северо-запад Отрезать пути отхода немцам И соединиться с 3-м белорусским фронтом Вам предстоит замкнуть кольцо и не выпускать врага Вас понял Оторвался от пехоты на 50 километров Поворачиваю на северо-запад Буря, поворачиваем на северо-запад Направление Минск, вперед Буря, пасмар Кто такие? Мы партизаны из бригады Казмова. Залезай сюда. Садитесь на танки, мне как раз пехота нужна. Эй, хлопцы! А ну давай на танки, быстро! А ну давай веселей! А ну давай! Сопən, хорошо? Скорво... Границавеля,小 fors세ка! Скорво... И что там все, наслаждается вера изверстие? Может нам вohinar КОНЕЦ КИППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП Ну, как атака? О! А это что? Подушку, товарищ генерал. В вагоне прихватил. Жестковато тут у вас. С плацкартом хотите ехать? Вперед! А ну, вперед! А ну, вперед! А ну, вперед! Еще немного и приласкали б друг друга, а? Третий белорусский? Так точно. Командир 2-го гвардейского корпуса Бурдейный. Командир 1-го корпуса Панов. Ну что ж, немцам-то колечко. Да какое уж там колечко считай, котел. Ну, обнимемся в знак встречи 1-й белорусский. Давай, третий белорусский. КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ Товарищ Сталин, окружённая восточнее Минска, 105-тысячная немецкая группировка ликвидирована войсками Черняховского и Рокоссовского. Захвачено 57 тысяч пленных. Войска продвигаются к границам Польши. По данным нашей разведки, товарищ Сталин, немецкое командование перебросило для закрытия образовавшейся Бреши большое количество войск с юга, чем ослабило свою группировку перед Первым Украинским фронтом. Маршал Конев предлагает воспользоваться этим и ударить на Львовском и Сандомирском направлениях, согласно утверждённого плана. Пусть Конев начинает. Товарищ Антон, а что сообщают немцы в своих официальных сводках о поражении Белоруссии? Они утверждают, что планомерно отходят из Белоруссии. Вы берёте пленник, а вам не верят. Ни враги, ни союзные. Не скрывайте своих пленях. Покажите их. Пусть все посмотрят. Покажите их. Покажите их. Покажите их. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фюрер все еще полагает, что спасение в смене командующих. А я убежден в другом. И ты уже все для себя решил? Есть у вас решительные люди, люди действия? Есть. И они готовы пойти на крайние меры? Конечно. Я хотел бы встретиться с ними. Прости. Я сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доктор Карл Герделер. Ну, вы знаете друг друга. Генерал Фридрих Ольбрихт. Заместитель командующего резервной армии. Полковник граф Клаус фон Штауфенберг, начальник штаба резервной армии. Наша армия может гордиться такими офицерами. Позвольте представить, господин фельдмаршал. Обер-лейтенант Вернард фон Хефтен, адъютант начальника штаба резервной армии и самый исполнительный офицер в мире. Прошу садиться, господа. Вы очень кстати пришли, господин фельдмаршал. Мы пытаемся здесь понять, что же происходит на Восточном фронте. Фронт прорван во многих местах. Наступление русских идет стремительно. В Белоруссии они проходят до 40 километров в день. По-видимому, теперь они уже приближаются к границам Польши. Короче говоря, русские армии стоят у ворот Европы. Господа, теперь нам остается только одно. Устранить Гитлера и заключить мир на Западе. Тогда мы сможем бросить все силы против России и выполнить свою историческую миссию остановить коммунизм у ворот Германии. Вы все еще мыслите отжившими представлениями, доктор Гердлер. Коммунисты уже давно действуют в Германии. Вам кажется, что коммунистическая партия Германии не существует, но это реальная сила. Я не мыслю новую Германию без социалистов и коммунистов. Вот почему я настаиваю на мире с Западом и Востоком. Господа, наши политические разногласия не должны мешать нам. Наша цель – спасти Германию от разгрома. Приступим, господа, к обсуждению деталей операции «Валькирия». Прошу вас, граф Тауфенберг. Господа, прошу всех не делать никаких записей. Итак, сигнал «Валькирия» будет передан по всем видам связи войска. Он возложит всю исполнительную власть на армию. После сигнала «Валькирия» в столице Райха необходимо оцепить правительственный квартал, занять все правительственные и партийные учреждения, занять радиостанцию и телеграф, арестовать Геббельса. Позвольте, Штауфенберг, я согласен с вашими предложениями, но я хотел бы знать одно. Когда вы дадите сигнал «Валькирия», будет ли жив Гитлер? Я беру на себя эту акцию. 20 июля я должен быть в Ставке Гитлера с докладом о состоянии наших резервов. – Доброе утро, графиня. – Доброе утро, Вернер. Клаус ждет вас в кабинете. Вы не хотите позавтракать? – Нет, спасибо. – Доброе утро, господин полковник. – Доброе утро, Вернер. – Какой же портфель мой? – Они аудентичны, как говорят дипломаты. У вас хорошее настроение, с вами Вернер всегда легко. Мы идем в гости к фюреру. Разве можно хмуриться, господин полковник? Я беру этот. Вот здесь капсуль. А вот вам щипцы, чтобы раздавить капсуль. И помните, что у вас всего 10 минут, ни секунды больше. Неужели вы думаете, что я не хочу еще пожить? Да поможет нам Бог. Пропуска, пожалуйста. Пропуска, пожалуйста. Пропуска, пожалуйста. Специальные пропуска. Проезжайте. Данке. Фюрер изменил распорядок дня. Вы докладываете не в 14 часов, а в 12.30. И не в бункере, а в штабном бараке. Слушаюсь. Пойдемте. Господин фельдмаршал, извините, я забыл свою фуражку. Идите скорее. Оно. Субтитры создавал DimaTorzok Скорее, Штауффенберг, мы уже опаздываем Извините, господин фельдмаршал В районе Бреста фельдмаршал Модель успешно отбивает Атаки русских танков У Моделя было отчаянное положение Но он сократил фронт И собрал все свои силы в кулак Почему же вы ничего не говорите О моих 21 генерале Сдавшимся в русский плен Вы думаете, что я склоню голову в трауре? Они спасли свои шкуры Но для нас эти трусы мертвы Их провели по улицам Москвы Как диких животных Я радуюсь этому Они это заслужили Продолжайте, Хойзингер Русские войска с большими потерями Форсировали западный Буг И вступили в пределы генерал-губернаторства Большевики никогда не будут в генерал-губернаторстве Я верю Моделю Но ему надо помочь резервами Может быть, полковник Штауфенберг Доложит о состоянии резервных формирований? Нет Только в конце Как положение на севере, Хойзингер? Я должен позвонить в Берлин Я должен позвонить в Берлин Бранд, подайте сюда карты Бранд, подайте сюда карты Долго еще? Нужно секунды На аэрогром Пропустите нас Приказ фюрера Господин полковник По приказу коменданта выезд запрещен Срочно, фельдмаршал Кейтеля Говорите, Штауфенберг Господин фельдмаршал Меня не выпускают А у меня приказ фюрера немедленно лететь в Берлин Спасибо Открывайте Господин фельдмаршал Гроздь 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 И бомба взорвалась. Портфель с бомбой был у самых ног Гитлера. Гитлер не мог остаться в живых. Лейтенант Ревинг, свяжитесь с Лейпцигом и Мюнхеном. Операция «Валькирия» началась. А теперь к Фрому. Здравствуйте. Гитлер оказался жертвой покушения. Гитлер жив. Я только что говорил с Кейтелем. Он сообщил, что в Ставке произошел взрыв, но фюрер не пострадал. Кейтель лжет, как всегда. Гитлер мертв. Я положил под него бомбу. Вы должны немедленно застрелиться. Слышите? Немедленно. Генерал-полковник Бекк, что происходит? Операция «Валькирия». Это же заговор. Генерал-полковник, мы начинаем борьбу за новую Германию. Хотите быть с нами? К вам обращается будущий глава государства. Будущий, а не настоящий. Гитлер жив. Я исполняю его приказы. Господа, вы арестованы. Я вынужден арестовать вас, генерал. Что такое? Арестуйте этого человека. Он предал нацию в самый критический момент. Вот как далеко вы зашли. Вы еще пожалеете об этом. В подвал. Проверьте, арестованный Геббельс. К нему отправлен караульный батальон под командованием майора Реммера. Мне нужен доктор Геббельс. Кто вы такой? Я майор Реммер. По какому делу? Я доложу. У меня есть приказ арестовать доктора Геббельса. Кто меня хочет арестовать? Я получил приказ военного коменданта Берлина. Майор. Я еще рейхсминистр. И без фюрера никто не может меня арестовать. Фюрер убит. И как мне сказал военный комендант, отныне вся власть переходит к новому канцлеру. Нет, майор. Фюрер жив. Пожалуйста, майор. Я вас соединю с ним по телефону. Прошу вас, майор. Оставайтесь здесь. Это Геббельс. Фюрера, пожалуйста. Вот этот дубовый стол спас меня от взрывной волны. Я понимаю это как проявление божественной силы, которая направляет меня и дальше следовать цели моей жизни. Это действительно чудо, мой фюрер. Я знаю, это заговор генералов. Я никогда не доверял им. Если я одерживаю победы, они это приписывают себе, а в случае неудач во всем обвиняют меня. Эту преступную клику изменников надо безжалостно истребить, мой фюрер. Мой фюрер, с вами срочно хочет говорить рейхсминистр Геббельс. Я слушаю, Геббельс. Мой фюрер, у меня здесь майор Ремер, командир охранного батальона, которому военный комендант Берлина приказал арестовать меня. Позовите к телефону майора Ремера. Мой фюрер, я отменяю приказ военного коменданта. Вы поняли меня? Я произвожу вас в полковнике и назначаю командующим берлинским гарнизоном. Ясно? Немедленно арестуйте всех изменников и предателей, пытавшихся садить нож в шпину Великой Германии. Всех сопротивляющихся расстреливайте на месте. Никого не щадите. Действуйте от моего имени, полковник Ремер. Да, мой фюрер. Воззвание к немецкому народу. Гитлер мертв. Геббельс арестован, господин генерал. Я думаю, уже. Как дела, Юрк? Все подходы к радиостанции охраняются усиленными нарядами войск СС. Взять радиостанцию штурмом. Сейчас должен выступить по радио новый глава государства Людвиг Бек. Взять радиостанции, господин генерал Лобост. Клюге, решайтесь. Теперь от вас зависит судьба Германии и Европы. Я позвоню после ужина еще раз. В этом весь клюге. Руки вверх. Эпактный. Байкер. 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 Клаус, что с тобой? Ваш мятеж провалился. Это не мятеж. Мы спасали будущее Германии, майор. Я полковник Реммер. Ах, вы полковник. Если у вас сохранилась хоть доля чести офицера. Не вам говорить о чести, вы изменили фюреру. Если он сейчас избежал смерти, его все равно казнят. Это вас казнят. Всех во двор. Генерала Бека оставить. Бек, когда-то вы были моим учителем. У меня были и плохие ученики. У нас нет времени для каламбуров. Вот все, что я могу для вас сделать. Хотите что-либо передать вашей семье? Ничего. Моя жена знает все. Помогите старому человеку. Продолжение следует... Объявляю приговор Трибунала за деятельность, представляющую государственную измену и наносящую ущерб фюреру. Смертной казни через расстрел приговорены. Полковник Мерц фон Квирнхейм. Генерал-пехоты Ольбрихт. Этот полковник и этот лейтенант, чьи имена я больше не хочу вспоминать. Наши имена вспомнит Германия. Приговор привести в исполнение немедленно. Лейтенант Шади, исполняйте. Мой фюрер, все заговорщики, покушавшиеся на вашу жизнь, казнены. Возмездие свершилось. К сожалению, петли избежал Штауфенберг. До каких пор я буду слышать эту фамилию? Я приказал отправить в лагерь его жену и детей. Да. Все. Все должны забыть о нем. Гиммлер, найдите его могилу, выройте его, сожгите и пепел развейте по ветру. Не должно быть ни имени, ни могилы. Мой фюрер, вы как-то сказали о родственниках Штауфенберга? Да, у древних германцев был хороший обычай к ровной мести. Мы должны применить этот обычай к роду Штауфенбергов. Его надо уничтожить, Гиммлер. Слушаюсь, мой фюрер. Господа, я хочу представить вам нового начальника генерального штаба, генерал-полковника Гудериана. Генерал Гудериан наш крупнейший теоретик танковых войск. В конце 20-х годов он закончил танковую школу в России в городе Казани. Он, как никто другой, знает тактические приемы Красной Армии. Ну, Гудериан, докладывайте. Мой фюрер, наступило время, когда вы должны получать абсолютно точную информацию. Всякая попытка смягчения обстановки может вызвать трагические последствия. Начну с потерь. Лишь в последние три месяца наши потери составили 1 миллион 200 тысяч человек. У меня под ружьем 5,5 миллионов и 2 миллиона резерва в тылу. Это сила. Я остановлю наступление русских. Я не пущу их в Европу. Премьер-министру, господину Черчиллю. Лично. Сэр, должен сообщить вам последнее известие из Германии. Заговор против Гитлера, к сожалению, провалился. Его участники казнены. Начались аресты высших офицеров. Вы сказали, к сожалению? Да, сэр. Вам не кажется, что успех заговора ускорил бы развязку? Развязку? Мир? Может быть, сэр. Если бы заговорщики убили Гитлера, это было бы невыгодно нам. И я полагаю, что в этом не заинтересованный Сталин. Только глупцы могут пойти на мир, когда уже в воздухе запах победы. Представьте себе, что конец войны застал бы нас в Нормандии, а Сталина у границ Польши. Кстати, о Польше. Что там нового? Русские войска по-прежнему продвигаются к границе. Вот здесь, сэр, и можно сказать, к сожалению. Ещё в Тегеране я предвидел возможность такой ситуации. А теперь мы стоим перед острейшей проблемой. От маршала Сталина, вам, господин премьер. И никакого письма? Я давно заметил, что дядюшка Джо обожает свои портреты. Это не так просто. Здесь должен быть скрытый смысл. В чём-то он меня опередил. А, ну, конечно. Русские перешли границу Польши. Откровенно говоря, я переполнен волнением. Пять лет я думал об этом дне, когда мы подойдём к границе Польши. Мы подошли к границе в 15 часов 36 минут. Запомним это, пан генерал? Я тоже запомню этот час, товарищи генералы. Вперёд! В Польшу! Польшу! АРМИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА Вместе с солдатами войска польского вступила на многострадальную польскую землю. Началось освобождение порабощенной Европы. А впереди еще были Варшава и Будапешт, Белград и София, Вена и Бухарест, Братислава и Прага. Впереди был Берлин. Братислава и Прага. Братислава и Прага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова